Тему восстановления Украины непосредственно города Ирпеня будем говорить с городским главой Ирпеня, мэром Александром Маркушин с нами на связи. Александр Григорьевич, здравствуйте, рад вас приветствовать. Да, доброе утро. Слава Украине. Героям слава, Александр Григорьевич. Смотрите, знаете, я без преувеличения скажу, что по факту город Ирпень, он, давайте говорить так, спас город Киев, был щитом города Киева, когда российские военные пытались зайти до столицы. И город Ирпень это город сдерживающий. И этот город заслуживает на отдельное благодарность жителям города Ирпеня. И сейчас город Ирпень, как мне кажется, должен быть эталоном того, как восстанавливается очень быстро Украина и те города, которые больше всего пострадали. От вас пока что, давайте начнем с текущей информации. Сколько разрушено домов? Было? Сколько сейчас восстанавливается? Возвращаются ли люди к жизни и готовы ли к зиме? Пожалуйста. Да, еще раз, здравствуйте. Мы разговариваем по-русски. Конечно, да, если вам не трудно, да, пожалуйста. Значит, да, действительно, вы правы, что Ирпень стал щитом нашей столицы Украины Киевом. Но, к сожалению, мы за это очень дорого заплатили. И не только это жертвы. Это самое дорогое, это погибшие наши мирные люди, это наши солдаты, это наша территориальная оборона. Оно и очень много разрушений. 70% города разрушено. Все объекты критической инфраструктуры были разрушены. У нас есть точные цифры, это практически на 100% цифры, 3000 частных домов пострадало. Из них 1500 частных домов полностью идут на демонтаж. А 1500 надо делать капитальный или поточный ремонт. Из многоэтажных домов, это 517 многоэтажных домов так само повреждены. Из них 40 многоэтажных домов идут на демонтаж. 140 домов идут на капитальный ремонт. И это очень большое число. На сегодняшний день уже 200 многоэтажных домов, даже, наверное, до конца недели будет 230 домов многоэтажных отремонтированы. Сделаны крыши, поменяли окна. Да, действительно, мы работали вместе с нашими жителями, в нашем ОСББ. Мы давали материал, мы закупали материал централизованно, а люди проплачивали работы. Это по восстановлению крыш, по восстановлению фасадной части. И на сегодняшний день по программе «Укрзалезница» давали окна, а люди устанавливали. Идет процесс. И благодаря областной военной администрации выделялись деньги. И областная военная администрация заключает договора с подрядчиками и меняет централизованно домами окна в многоэтажных домах. То есть количество помененных окон очень большое. Но так как Ирпень пострадал, но если взять даже в финансовом отношении, сравнить наших соседей Бучу в 10 раз больше, и ущерб города рассчитывается 1 миллиард долларов, то, соответственно, и финансирование нам надо намного больше. Мы понимаем, что и государственный бюджет, и областной бюджет, и наш бюджет ограничены. И, конечно же, мы полностью по восстановлению города не справимся без наших европейских партнеров. Без наших партнеров с Англии, с Америки. Вот приблизительно такие у нас цифры. Более того, мы полностью все объекты критической инфраструктуры, водоканал, теплопостачь и другие наши компании по больнице полностью все восстановили, и она работает сейчас на 100%. Я хочу, конечно же, пользуясь случаем, поблагодарить две международные компании, которые больше всего помогли. Это, конечно, международный Красный Крест, который на сегодняшний день до 5 миллионов долларов уже помог нашему городу на коммуникации восстановить по водоканалу, по теплу. Я хочу, конечно, поблагодарить ЮНИСЕФ, которые помогли нам сделать все бомбоубежища и укрытия в наших школах и садиках. И ЮНИСЕФ обещает сейчас финансировать восстановление школы. Вот по международному партнерству так. Конечно, город Кашкайш, Португалия, они выделили нам 500 тысяч евро. Сейчас решается вопрос, как перечислить через их финансовое управление в Украину. Есть определенные проблемы. Но это на уровне их государства, на уровне Португалии. Но он тоже сейчас решается. Конечно же, мы других партнеров, так же, самых наших городов по Братымову. Просим помочь нам. И нам помогают. Конечно же, помощь намного меньше, чем мы требуем от этого. Потому что город Ирпень – это город, который больше всего пострадал в Киевской области. Также сейчас из-за ударов по критической инфраструктуре страдают абсолютно, ну, давайте не все города Украины, но большинство городов Украины, особенно большие города. Что в городе Ирпень? Как сейчас с, вы уже частично сказали про водоканал, как с газом и как с электроэнергией? Подается электроэнергия? Возможно, есть количество домов, которые сейчас до сих пор обесточены еще из-за тех весенних ударов российской области? Ну, значит, по весенним ударам, после того, когда мы начали восстанавливать город, мы за месяц восстановили полностью водоснабжение, канализацию, восстановили электрику, восстановили газификацию и восстановили мобильный связь и интернет. И вопрос был закрыт полностью. После очередных ударов по критической инфраструктуре на Украине, конечно же, есть сейчас перебои с электроэнергией. В городе подается электроэнергия по часам. То есть ночь подается электроэнергия, утром отключается на 4 часа, потом включается, потом опять отключается. Мы это понимаем, потому что энергетическая система Украины не выдерживает. В это время мы работаем, наша клиническая инфраструктура, водоканал работает на генераторах. И подача воды постоянно есть в городе. Отведение канализации также само работает. Больницы наши, центральная наша больница, поликлиника работает также само на генераторах. Некоторые амбулатории семейной медицины также работают на генераторах. В Висполкоме мы не останавливаем прием людей, и мы также работаем на генераторах. Много других объектов, которые также само по обслуживанию города, работают на генераторах в то время, когда нету света. На сегодняшний день такая вот реальность. Что сейчас по бизнесу в городе Ирпень? Бизнес, я имею в виду, это рестораны, это поступление в бюджет города Ирпень, вот так скажем. Ну, конечно же, поступления в бюджет упали, и нам это всегда обидно констатировать, потому что до войны Ирпень был один из самых богатых городов, малых городов Украины. И у нас всегда было большее выполнение бюджета, чем запланировано. К нами шел бизнес, к нами шли европейские компании, и на сегодняшний день, конечно же, упало очень сильное поступление в бюджете. Но я хочу отметить и поблагодарить те компании, которые вернулись, и европейские компании вернулись, и начинают отстраивать свой бизнес. И на сегодняшний день процентов 70 бизнеса, маленького бизнеса уже вернулось и уже работают. Многие предприятия, такие маленькие кофейни, небольшие рестораны, небольшие магазинчики также самоотстраиваются и возвращаются. Конечно, было бы хорошо, чтобы и малый бизнес, и средний бизнес, и большой сейчас поддерживало больше и государство, и поддерживало больше европейские фонды. Мы понимаем сегодня, первое, что у нас в государстве самое основное, это приоритет, это наша победа. И из-за этого нам, конечно же, не хватает денег на поддержку бизнеса. И будем просить, и правильно будет просить наших партнеров европейских, чтобы они помогли на восстановление бизнеса. Это материалами. В основном ребятам надо строительный материал, чтобы они открылись и дальше работали. Вот такая ситуация. Еще очень важно, это транспортное сообщение. Также знаем, что мосты в Ирпине разрушены, дороги. Как сейчас происходят дела с восстановлением транспортных развязок и инфраструктуры? Ну, к сожалению, при военных действиях были все мосты взорваны, и железнодорожный мост, который соединял Ирпень и Киев, их два, были взорваны. Но за полтора месяца работы Укрзалезница восстановила один мост. И у нас уже есть сообщение железнодорожное. У нас было два моста взорвано в направлении Киева, и Киевская военная областная администрация, наш губернатор, восстановил эти мосты за полтора месяца. Один мост за полтора месяца, а другой за месяц. И у нас есть соединение, и дорожное, и уже автобусы ездят. И они буквально в течение месяца первого было все восстановлено. Дороги полностью отремонтированы. Так же самое было в течение месяца полтора. Мы поставили это приоритетом, и было выполнено. Ну и сейчас также очень важный момент. Это уже финализируем вопрос касательно настроений людей. Настроений людей. Знаем, что город Ирпень, там огромные парки, просто зеленый город по факту. Знаем, что люди там постоянно отдыхают. Вот вы как уже не мэр города, а как собственно житель. Скажите, вот чувствуется напряженность людей, стресс, моральное состояние людей. Какое оно? Учитывая, что каждый день наблюдаешь картины, и каждый день идет напоминание вот этих вот страшных дней, когда были ежедневные, ежечасные атаки на город Ирпень. Вы знаете, как и мэр, и как житель, который был в городе, и который не покидал город, я считаю, самый сложный период нашего города. И так же самое много, некоторые жители, которых мы не захотели эвакуироваться, оставались. Мои ребята с территориальной обороны, которые воевали за Ирпень. Конечно, на сегодняшний день сложно. Сложно в чем? Работы сделано очень много. Но надо сделать еще больше. Поменять окна до конца людям, чтобы люди вошли в зиму. Сделать еще много крыш, для того, чтобы не заливало их зимой и дома не разрушились. Те дома, которые на долгое восстановление, это с весны будут восстанавливаться, их законсервировали, чтобы их, так же самое, погодные условия, погода за зиму не разрушила. Работы много. Конечно же, жалко на это все смотреть, когда мы понимаем, что Ирпень был один из самых красивых городов, один из самых проевропейских. И то, что сделала российская армия, конечно, это больно. И мне, как мэру города, это втройне больно. Но наши люди все понимают. У нас, я считаю, мне повезло, у нас очень прекрасные люди. У нас лучшие люди, которые есть. И всегда они поддерживают. Конечно, им тоже обидно, что то, что они строили, то, что они, чего добивали всю жизнь, россияне взяли за один месяц и уничтожили. Но все, мы надеемся, что мы максимально быстро это все восстановим. Самое главное для всех, то, что мы выиграем, победим россиян и выиграем войну. И после этого будет уже большое-большое восстановление нашего города и всей Украины. Я вам очень благодарен, Александр Георгиевич, за то, что вы присоединились к нашему эфиру сил вам. Я единственное, что могу пожелать сил вам в восстановлении города, ну, конечно же, скорейшей победы, как для Ирпеня в плане возобновления инфраструктуры, так и для всей Украины в плане войны, которую развязала Российская Федерация. Я напомню, что Александр Маркушин, городской глава Ирпеня, был на прямой связи с нашей студией.